13 недель каждую субботу у телеэкранов собирались поклонники фигурного катания и зрители, которые являются фанатами звездных конкурсантов. Ровно столько продлился проект на Первом канале. На этот раз ледниковый период собрал не только ярких звезд, но и очень талантливых, как оказалось, непрофессиональных спортсменов. И так не будем тянуть интригу, ведь мы уже несколько недель знаем имена тех, кто занял первую ступеньку пьедестала, конечно, это Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Основными конкурентами для них стали пары Яны Хохловой с Вячеславом Чепурченко и Регины Тодоренко с Романом Костомаровым. Да-да, именно в таком порядке и распределились места. Яна и Слава вторые, Регина и Рома третьи. Нельзя не отметить, что их разделяют буквально незначительные десятые балла, и по мастерству они еще готовы вернуться на лед и спорить. Да, в арсенале победителей, например, двойная подкрутка, но все зрители помнят, что вице-чемпионы пробовали исполнять на Ледниковом даже прыжки. Сегодня все участники получили заветное 12 баллов за свои лучшие, усовершенствованные номера. Даже Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, которые не раз сетовали на низкие оценки от судей. Когда выходишь на лед первыми, это очень волнительно, а еще и финал, последний номер, конечно, хотелось откатать его на полную, чтобы все эмоции нас во все стороны распирали, надеюсь, что у нас это получилось. Поделился переживаниями после выступления олимпийский чемпион. По ощущениям, я растворялся воля, просто не хотел останавливаться. Ведущая «Дома-2» рассказала, что финальный аккорд они с партнером хотели бы подарить семьям, их любимым людям, ее жениху Давиду Манукяну, сестре Ане, которая недавно перенесла инсульт. Она не может сегодня присутствовать здесь по физическим причинам, но уверена, она будет мной гордиться. Произнесла теледива. Победители проекта, конечно, тоже не могли не поделиться эмоциями после чемпионского проката. Я раскрыл столько невероятных образов. Это было очень интересно, конечно, Ольга в каждом номере была главным моим помощником, это действительно огромный опыт, лучшие полгода моей жизни, каждый день мы узнавали что-то новое, рассказал Александр Энберт. Это всегда очень трепетно и волнительно, когда перелистывается страница. Для нас проект – это целая жизнь, и каждый из нас прочувствовал ее сполна. И мне бы очень хотелось, чтобы те, кто находятся по другую сторону экранов, тоже жаждали творить, идти вперед, преодолевать и вкладываться в общее дело. Чтобы состоялся этот проект, за кадром работало огромное количество людей, которым я готов низко поклониться, попрощался с очередным ледниковым периодом Илья Авербух.